Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, коллеги и партнеры! Если меня слышно, видно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики в нашем чате. Рад вас видеть сегодня на вебинаре, который затрагивает тему получения дохода здесь и сейчас. То есть, это работа с партнерской программой, работа, скажем так, с той информацией, которая есть касаемо развития нашего проекта. Ну и, по сути дела, за проделанную информационную работу вы можете зарабатывать деньги уже сейчас, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на мировой рынок транспорта и на рынок инвестиций. Все вы знаете, что у нас есть возможность стать совладельцем любого пакета долей компании, даже не подписывая партнерское соглашение, соответственно, вы не будете ничего зарабатывать по партнерской программе, быть просто клиентом и, скажем так, по тому плану, который у вас может сложиться в вашей голове, просто докупать, если вам необходимо, какое-либо количество пакетов долей компании, тогда, когда вы захотите. Это статус клиента. У группы компаний Skyway действительно есть замечательный инструмент, о котором мы сейчас с вами поговорим. Не так долго, я надеюсь, потому что я покажу вам ролик, который демонстрирует партнерскую программу, потом смогу ответить на вопросы и, может быть, свое какое-то мнение касаемо развития бизнеса по партнерской программе. И что хотелось бы отметить, то что благодаря именно этому инструменту, по большому счету, сегодня осуществляется все движение в проекте группы компаний Skyway. Потому что когда-то на заре была проведена первая презентация, на которой людям была донесена информация о том, что есть такой конструктор, инженер, ученый Анатолий Дарвич Юницкий, который поставил себе амбициозную цель вывести на мировой транспортный рынок новую инновационную транспортную систему. И можно стать совладельцами данной транспортной системы, совладельцами данной компании и в дальнейшем получать доход от того, что данная технология будет реализована в огромном количестве адресных проектов, что, в принципе, уже подтверждается сегодня. Вы знаете, что мы каждый день почти получаем новости из нашего центрального офиса в городе Минске, который сейчас чуть ли не каждый день посещает различные международные делегации с целью ознакомления с данной технологией, с тем, что из себя представляет транспорт, который уже готовится на чтап программы сертификации первого транспортного средства. И потенциально уже, наверное, не одна сотня адресных проектов, которые ждут сертификации данной транспортной системы и строительства дорог в разных уголках мира по данной технологии. Соответственно, все эти дороги когда-то будут построены и через какое-то время начнут приносить прибыль. И часть этой прибыли будет распределяться между теми людьми, которые сегодня могут или уже стали совладельцами данной технологии. Я думаю, что большинство людей, которые сейчас находятся в комнате, ну, наверное, практически все являются владельцами пакетов. Если есть кто-либо, кто еще не стал со владельцем пакета долей компании, можете поставить минус в нашем чате. Важно понимать, что, в принципе, не надо бежать куда-то сломя голову, да, не надо быть каким-то оголтевым беженцем. Важно разобраться в информации и понять, что данная возможность вам может дать уже сегодня, да, если мы говорим о партнерской программе. И какие выгоды и какие, скажем так, прерогативы, какая польза для вас, для вашей семьи, для ваших родных, близких, для тех, кого вы знаете в этой жизни земной, да, какую пользу вы можете принести благодаря тому, что поделитесь информацией о развитии нашего проекта и поможете им точно так же, как вам, как самим себе, зарабатывать деньги уже сегодня. Вот, кстати, если опять же у нас в чате сегодня в комнате есть люди, которые считают, что деньги не важны, что они не нужны вообще, тоже можете поставить минус. Вот. Мое отношение к деньгам спокойное, то есть, без какой-то там излишней жадности, да, всегда хотелось бы иметь их больше. Деньги – это средство, которое нам позволяет реализовывать то, чего мы сильно хотим. Причем, то, чего мы сильно хотим сами, и то, что хотят, например, наши дети, наши любимые, наши вторые половины, наши родители, да, то есть, отдать им должное за то, что они когда-то родили вас на свет, то, что они вас воспитывали, помогали вам продвигаться по жизни. То есть, цели и мечтания, желания, они могут быть абсолютно разные. И, как правило, большинство людей, они хоть чуть-чуть, но расходятся, да, там, по крайней мере, если все хотят одну модель Мерседеса, там, с большими лопатыми фарами, да, то по цвету могут не сойтись. Вот, кто-то любит на механике ездить, кто-то на автомате, но это простейшее, что я вам объясняю, да. В жизни есть гораздо более интересные вещи, которые, как правило, ближе к духовному уровню. Те же путешествия, та же красота окружающего мира, вот, та же помощь людям, которым нужна ваша помощь, да, это уже не затрагивает тему только, скажем так, материального мира. Это уже переходит немножко на более высокий уровень. Есть замечательная книга, которая называется «Господин Абрахову-Маслову, да, пирамида». Представляете, сейчас вылетело название этой книги, но я вспомню, я вам обязательно скажу, где данный автор описывает, да, то есть уровень развития самого человека, его достижения и, скажем так, уровень его желаний, вот, и, скажем, продвижение по этой пирамиде кверх, начиная от самого низкого материального, самого насущного, и заканчивая уже, скажем так, высоко духовными целями, я сейчас не говорю о религиях каких-то, да. Слово «духовное» — это не только, скажем так, то, что находится в мечетях, в церквях, в кирхах, вот, либо где-то еще, да, духовное то, что скрыто внутри вашей души, в середине вашего сердца, да, то есть заглядывайте туда чаще и, скажем, находите действительно то, кем вы являетесь на самом деле. Итак, друзья, я вам предлагаю пойти сегодня немножко другим путем, то есть не долго читать вам какие-то морали и рекомендации, а все-таки посмотреть сначала ролик, а потом, может быть, обсудить вместе с вами какие-то тонкости программы, какие-то сложности, которые у вас могут возникать, потому что основное преимущество данного вида бизнеса — это простота. Основная проблема данного вида бизнеса — это простота действий, потому что именно в нее большинство людей поверить не могут, да. Большинство людей привыкли думать о том, чтобы зарабатывать деньги больше, чем у них есть на сегодняшний день, надо еще больше и тяжелее трудиться. Но на самом деле это не всегда так. Большинство, скажем так, стран, на территории которых активно развивается такой бизнес, как МЛМ, многоуровневый маркетинг, да, в этих странах более 80% людей, работающих в этом бизнесе, не имеют высшего образования. У нас на территории стран СНГ, я в первую очередь эти страны затрагиваю, да, более 80% людей, приходящих в данную индустрию, имеют одно и более образование, что, к сожалению, делает, создаёт большие проблемы в их движении к успеху в этом виде бизнеса, потому что они привыкли усложнять. Нас так с детства учили, что не бывает легких денег, да, не бывает, скажем так, легких путей, всё нужно, скажем, пробивать своим лбом, там и так далее, так далее, так далее. Оказывается, нет. Используя простую методику, простые шаги, кстати, вот есть у нас сейчас Светлана, у нас находится в комнате Светлана, Игорь Шарбан, лидеры Молдовы, да, вот они проводят сейчас вебинары для своей структуры, где рассказывают про азы, да, самые элементарные вещи, которые нужно делать, но, скажем так, не сделав которые, вероятности добиться успеха в этом бизнесе, она практически начинает равняться нулю, вот. Они на вебинарах задают вопрос, а все ли сделали там список знакомых, например, либо что-то ещё, да, и партнёры не все пишут, что они все это сделали и так далее. Но это напоминает, знаете, что, вот есть лестница, по которой мы совершенно спокойно можем зайти вверх, да, по ступенькам, на второй этаж, на третий и так далее. А некоторые люди, приходя сюда, имея, скажем так, 7-5 во лбу, имея, скажем, кучу образований, там, докторских, может быть, степеней и так далее, и так далее, они пытаются на эту лестницу запрыгнуть, скажем так, сразу на третий пролет, на второй этаж, ну и по дороге, скажем, ломают себе ноги, синяки и шишки получают и так далее, и так далее. Потому что вот те элементарные шаги, которые необходимо сделать, они как раз-таки их и не делают. Они думают, а начну-ка я сразу с середины. Это все равно, что обучаться играть на каком-нибудь музыкальном инструменте, да, и не с азов начинать, не с элементарных нот и так далее, а сразу не умея играть, выйти на какой-нибудь концерт, сесть за инструменты, попытаться, скажем так, вместе с теми, кто играет в оркестре, либо в ансамбле, что-нибудь сбацать, да. Вот то же самое, скажем так, напоминает резкие телодвижения в бизнесе под названием MLM и в бизнесе, который, скажем так, строится вместе с компанией Skyway Capital. Не проделав простых шагов, не поднимитесь по лестнице. Итак, друзья, я пока на этом остановлюсь. Сейчас я вам включаю ролик, касаемый маркетинг-плана нашей компании. И после этого ролика, в принципе, можем разобрать с вами какие-то простые вещи, да, те трудности, которые у вас могут возникать при сотрудничестве с нашей компанией, при создании бизнеса по партнерской программе. Главное, чтобы вы не стеснялись и вопросы задавали. Я не могу сказать, что у меня есть ответы на все вопросы, да, то есть я не Господь Бог, я не тот, кто создал этот мир, вот, я не тот, который видит там на 300 лет вперед, имея у себя хрустальный шар, да. Я не оракул, я не гипнотизер, который имеет, скажем, в запасе пару фраз, которые действуют на всех людей. Есть небольшой опыт, более 10 лет, скажем, сотрудничества с MLM бизнесом, с компанией, как правило, это была одна, в принципе, компания. Появилось пару там компаний, которые работали на рынке электронных сервисов для развития как раз-таки MLM бизнеса. Вот, ну, мы об этом с вами сможем поговорить после того, как посмотрим ролик. Итак, друзья, приятного вам просмотра. Ролик простой, недолгий. В нем практически рассказывается все, что есть на сегодняшний день в нашем маркетинг-плане может заисключитаться. Партнерская программа компании Skyway Capital представлена согласно восьмому этапу развития. Квалификации партнерской программы. Клиент, партнер, консультант, лидер, мастер, эксперт, топ-эксперт. Клиент. Любой человек, который зарегистрировался на сайте и не подписал партнерское соглашение в личном кабинете, является клиентом. Клиент может изучать информацию, которая расположена в личном кабинете. Задавать вопросы технической поддержки. Партнер. После подписания партнерского соглашения клиент получает статус «Партнер». Партнер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С четырех уровней. С первого – 15%, со второго – 4%, с третьего – 2%, с четвертого – 1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Консультант. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 100 долларов. В первом поколении есть минимум два человека с объемом личных инвестиций не менее 100 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 300 долларов. Консультант может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С пяти уровней. С первого 15%, со второго 5%, с третьего 3%, с четвертого 2%, с пятого 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Лидер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 200 долларов. В первом поколении есть минимум три человека с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций не менее 2000 долларов. Лидер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С шести уровней. С первого 15%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 3%, с пятого 2%, с шестого 1%. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 15%, от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Мастер. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 1000 долларов. В первом поколении есть минимум три лидера, с объемом личных инвестиций не менее 200 долларов. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 5000 долларов. Мастер может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. С девяти уровней. С первого 15%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый полпроцента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 30% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Эксперт. Условия выполнения квалификации. Объем личных инвестиций не менее 5000 долларов. В структуре есть три мастера, два из которых обязательно в первом поколении. Третий мастер может быть на любом уровне глубины, но в других ветках. Объем инвестиций в первом поколении не менее с учетом личных инвестиций 10 тысяч долларов. Эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 20 уровня. С первого 16%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый полпроцента, с десятого по двадцатый две десятых процента. Средства зачисляются на бонусный счет, их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 40% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Топ-эксперт. Условия выполнения квалификации. Топ-эксперт. Объем личных инвестиций не менее 10 тысяч долларов. В структуре есть три эксперта. Все обязательно в первом поколении. Объем инвестиций в первом поколении с учетом личных инвестиций не менее 30 тысяч долларов. Топ-эксперт может рассчитывать на следующее вознаграждение от суммы инвестиций в своей команде. До 24 уровня. С первого 17%, со второго 7%, с третьего 5%, с четвертого 4%, с пятого 3%, с шестого 1%, с седьмого по девятый полпроцента, с десятого по двадцатый 0,2%, с двадцать первого по двадцать четвертый 0,1%. Средства зачисляются на бонусный счет. Их можно обналичить. Дополнительный бонус на акционный счет 50% от общей суммы бонусных начислений. С акционного счета вы сможете приобрести дополнительные пакеты. Вывод невозможен. Дополнительный бонус за личные продажи в первом поколении. Все пакеты должны быть куплены в течение календарного месяца. Несколько пакетов может быть куплено одним человеком. Для получения бонуса учитываются покупки пакетов акций в рассрочку. Пакеты могут быть куплены как новыми, так и покупавшими ранее пакеты акций партнерами. За каждый пакет, купленный в первом поколении, начисляется по 15%. За пятый пакет уже начисляется 16% и дополнительно 1% от общей стоимости предыдущих четырех пакетов. Закупленные с шестого по девятый пакеты в первом поколении начисляются по 16%. Начиная с десятого пакета начисляется 17% и дополнительно 1% от общей стоимости девяти пакетов. Закупленные с одиннадцатого по девятнадцатый пакеты в первом поколении начисляются по 17%. Начиная с двадцатого пакета начисляется 18% и дополнительно 1% от общей стоимости девятнадцати пакетов. С каждого последующего купленного пакета в вашем первом поколении выплачивается 18% от стоимости этого пакета. Правила и условия партнерской программы. Маркетинг-план накопительный с момента вашей регистрации. Квалификационным считается первый уровень. Вывод средств. Минимальная сумма для вывода 30 долларов и более на бонусном счете. Условия роста квалификации. Объем личных инвестиций и общий объем привлеченных инвестиций в первом поколении. Минимальная сумма инвестиций для создания постоянно растущего источника дохода – 15 долларов. Нет необходимости подтверждать квалификацию. Высокий процент выплат – до 17% от лично привлеченных инвестиций и от 0,2% до 7% с глубины партнерской структуры по условиям в зависимости от квалификации. Выплата вознаграждений с глубины максимально до 24 уровня. Нет ограничений по количеству партнеров, которых вы можете пригласить в бизнес лично. Нет ограничения по ширине вашей первой линии. Бонусное вознаграждение начисляется в денежном эквиваленте на бонусный счет. До начисления на акционный счет, начиная от статуса «Лидер» в качестве поощрения. Итак, друзья, вот такой маркетинг-план, который, в принципе, действительно ничего сложного из себя не представляет. Потому что те, кто, скажем так, варился в соку и мыл им программ, как правило, сетевики часто приглашают на встречу друг друга, начинают друг другу рассказывать маркетинг-план, которым, скажем так, волшебным образом можно заработать больше, чем он зарабатывает на сегодняшний день. Огромное количество маркетинг-планов, они достаточно сложные. То есть там есть какие-то дополнительные бонусы, там есть какие-то, скажем так, ты получишь это, но если сделаешь вот это и вот это. У нас действительно год назад было принято решение упростить маркетинг-план, который был, хотя он тоже был достаточно простым. И просто четко привязать проценты выплат с товарооборота по уровням. У тебя квалификация партнер, соответственно, 4 уровня глубины. Следующий шаг 5 уровней глубины, следующий 6 уровней, потом 9 уровней, потом 20, потом 24. Вот таким вот образом. То есть готов заниматься бизнесом, готов заниматься информационной деятельностью, готов помогать людям, которых приглашаешь данный бизнес, помогать развиваться и зарабатывать деньги. Соответственно, ты за это будешь вознагражден. Важный акцент во всем том, что я сейчас сказал, это помочь другим добиться успеха. И тогда вы станете успешными. Скажем так, просто бежать впереди всех, подписывать какое-то количество людей, снимать с них какое-то количество денег и потом бросать их на уровне, скажем так, грудных младенцев в бизнесе MLM. Ну, это тяжелая, скажем так, стезя, которая когда-то, скажем, собьет вашу дыхалку в этом бизнесе, у вас устанут ноги. И вы прекратите этим заниматься, потому что вы все время будете подписывать новых людей, а если у вас люди не будут развиваться, соответственно, скажем так, и как такового остаточного дохода, кстати, ради чего многие люди это и делают, у вас не будет совсем. Поэтому самое правильное, это зарегистрировав одного, двух, трех партнеров, научить их делать простые шаги, потом зарегистрировать следующих и в процессе таким образом развиваться вместе. У нас есть такое понятие в MLM бизнесе, да, это структура, команда и просто сеть. Просто сеть это все люди, которые зарегистрировались под вами, купил, не купил, да, то есть огромное количество людей может у вас быть, но если никто не сделает никакого движения в направлении инвестирования у нас в проекты, совладение какими-либо пакетами, далее компании, ну да, у вас будет огромное количество людей, которых, скажем так, может быть и несколько тысяч, но толку никому от этого не будет. Дальше у нас есть структура, это люди, которые сделали какие-то покупки, да, это люди, которые стали совладельцами пакетов, они могут быть в статусе клиента, партнера, неважно, да, просто люди, которые пришли сюда с амбициозной целью заработать в будущем, вот, это люди, их можно отнести к элементам вашей структуры, да, слово элемента, не прошу не обижаться, это просто, скажем так, ну, составляющая, да, этого дерева, которое под вами растет. И есть команда, те люди, которые вместе с вами принимают решение активно развивать данный бизнес, их может быть заметно меньше, чем людей в структуре, но это активные ваши партнеры, которые так же, как вы, могут в дальнейшем развивать региональные структуры, международные структуры, да, и у вас может быть крупная, большая международная команда. Каким еще достоинством обладает наш маркетинг-план? То есть, вы знаете, что у нас с восьмого этапа введена процедура верификации, соответственно, если, скажем, все люди, которые приходят, следом сейчас, новые, регистрируются, покупают какой-либо из пакетов и сразу же верифицируются, что нужно сделать, потому что им сертификат не будет оформлен до тех пор, пока они не пройдут верификацию, вы мгновенно получаете денежное вознаграждение. То есть, маркетинг-план нашей компании можно отнести к маркетинг-планам мгновенных начислений денег, да, мгновенного денежного вознаграждения. Таких MLM-компаний в мире очень мало, их единицы. Как правило, данные компании относятся, где мгновенное вознаграждение, к компаниям, у которых маркетинг-план бинарный, либо матричный, да, который там подводит итоги по неделям квалификации и так далее. Мало того, если вы растете по карьере, если вы выполняете сегодня в понедельник утром те условия, которые необходимы для последующей квалификации, неважно, при переходе там с консультанта на лидер, с лидера на мастера, то в тот же день вам присылается квалификация следующая. И вы с этого дня начинаете сразу же получать увеличенный процент, большую глубину и так далее, так далее, так далее. В 99-95 случаях теста, скажу так, да, все-таки мир меняется, компания MLM-бизнеса выплачивает вознаграждение своим партнерам раз в месяц по итогам работы месяца, да, и, соответственно, по итогам работы этого месяца вам могут присвоить высшую квалификацию по отношению к той, что была. И не факт, что присвоить, потому что есть компании, где товарооборот нужно держать два месяца, где-то есть три месяца, где-то есть полгода. И не дай бог вы в течение этого времени на один доллар меньше выполнили товарооборота, чем нужно для следующей квалификации, вы не получите. Почему некоторые люди устают, да, сотрудничая с MLM-компанией, я сейчас никого не хочу обидеть, маркетинговые планы разные, писались они у кого-то там 50 лет назад, у кого-то 40, у кого-то 5, у кого-то совсем свежие, да, то есть есть как бы так люди, которые говорят, самый универсальный, самый уникальный маркетинг-план, но хочу вам сказать одно. Маркетинг-планы не бывают идеальными, да, потому что нельзя, скажем так, на 100% предусмотреть все, что вот куда ни посмотри, везде выгодно. Да, все равно должны быть какие-то обязательные условия, если эти деньги идут на реализацию чего-то конкретного, потому что выпуск каких-либо услуг, каких-либо товаров, либо той же нашей технологии, это деньги, которые нужно реализовывать именно в той технологии, а не просто раздавать там налево-направо всем тем, кто пришел в этот бизнес. Поэтому руководство нашей компании приняло решение использовать данный маркетинг-план, и это очень здорово нам помогает, потому что львиная доля денег, которые приходят в нашу компанию, уходит непосредственно в реализацию технологии, в оплату работ, которые необходимо провести на территории экотехнопарка, узлы агрегата необходимой конструкции на предприятиях сателлитах, которые заказываются, да, оплата тех же конструкторов, работы, труда, ученых и прочее, прочее, прочее. Вот таким вот образом. То есть еще два преимущества, это практически в тот момент, когда вы выполняете условия следующей квалификации, вы растете сразу же вверх, и мгновенные выплаты, это то, чем не могут похвастаться большинство компаний MLM бизнеса. У нас это и есть. Ну и важный момент, наверное, отличие нашей компании от фактически всех компаний MLM бизнеса, еще буквально 2-3 года назад, сейчас, может быть, уже появилась, не знаю, я за этим сильно не слежу, то есть тогда это была единственная компания, товаром которой являлась, скажем так, тяжелая транспортная технология. Тяжелая технология, просто технология, да, которые там были, конечно, электронные какие-то технологии, которые позволяли людям, например, проводить вот такие вебинары, там были, рассылать видеописьма, там еще что-нибудь, это тоже технология, но мы здесь говорим о индустриальной технологии, да, о тяжелой технологии, как я вам сказал. И очень важно, что почти во всех компаниях MLM бизнеса, прежде чем стать совладельцами данной компании, то есть иметь у себя на руках какой-либо пакет акций данной компании, вам нужно самому зарегистрироваться, создать большую армию потребителей товаров и услуг, создать огромную структуру многотысячную и многомиллионный товарооборот для тех компаний, которые могут с вами поделиться частью собственности в компании, то есть дать вам какой-то пакет акций, либо продать. И таких компаний единицы. У нас в чем происходит наоборот? Вы сначала становитесь совладельцами в ближайшее время, там 5-7-10 лет, крупнейшей транспортной компании, которая выводит технологию Skyway, на которую обращают внимание сейчас специалисты из сферы транспорта огромного количества стран. А потом у вас еще есть возможность в процессе, пока еще люди становятся совладельцами данной компании, совладельцами технологии, еще и зарабатывать деньги по маркетингу плану, который вы сейчас слушали в ролике, который был представлен у вас на экранах. Это очень важно. То есть вы уже совладельцы компании и попутно вы еще можете заработать денег, если вы кому-то будете рассказывать о той возможности, которую представляет людям компания Skyway Capital. Главное говорить об этом открыто, честно, не менжуясь, то есть не перетаптываться с ноги на ногу, не стыдясь, не опускай глаз. Если вы действительно, скажем так, душой ратуете и болеете за наш проект, то, в принципе, стесняться нечего. И если вы будете иметь желание успешно развиваться в данном бизнесе, лучшее, что вы можете сделать на первом этапе, это предоставить вашим наставникам, либо нейтральным людям рассказывать своему окружению о данной возможности. По большому счету, начинать все равно нужно с тех людей, которые вас окружают. Это большой обман, что когда вы там загораетесь, у вас там глаза как блются, вы понимаете, что здесь можно заработать денег, что здесь можно стать инвестором и получить много денег в будущем. И внутренне вы как бы так одухотворены, но боитесь донести информацию своему окружению, а вдруг типа там все-таки это не совсем так, как я думаю, а вдруг это не случится и так далее. Начну-ка я с незнакомых людей. Вот это большая ошибка. Потому что если у вас был вкусный торт, и у вас дома есть семья, которая любит сладкое, вы с кем поделитесь этим тортом в первую очередь? С теми, кто живет с вами. А не будете угощать, скажем так, бездомных собак на улице, либо кого-то еще, людей, которых вы не знаете. То есть торт до дома не доносит. То же самое с нашей возможностью, которую вы предлагаете принять участие в нашем проекте. Если для вас она замечательная, если вам это понравилось, делитесь об этом с окружением. Потому что это нормально. Это вы делаете каждый день. Каждый день вы что-то новое узнаете, каждый день вы что-то новое, скажем так, в своей жизни начинаете использовать. Куда-то вы пошли, кстати, по чьей-то рекомендации. Что-то вы увидели, что-то купили и так далее, и так далее. И вы об этом совершенно спокойно, не задумываясь, делитесь со всеми, кто вас окружает. Даже с незнакомыми людьми порой в метро, либо в транспорте. Вы просто говорите, ты знаешь, вот услышали тему, что-то разговор пошел. Да, я был там, вот фильм, да, ага, я там вчера был, такой классный, и так далее, и так далее, и так далее. И у вас в голове совершенно не созревает мысль, что те люди, которые вас слушают, могут взять, встать и завтра, послезавтра пойти посмотреть это кино. А это зачастую происходит. Потому что вы передали свои эмоции, вы передали, скажем так, свое восприятие данной ситуации, и кому-то это понравилось. Вот то же самое происходит в нашем бизнесе. Но одно предостережение, не делайте это фанатично, не делайте это, скажем так, на взводе, да, не делайте это, скажем, если вам кто-то начинает спорить, из чувства обиды, там, возражать начинать, и так далее, и так далее. У вас в руках есть возможность, и вы ее несете. Если жаркая погода, например, у вас открыта бутылка минеральной воды, вы идете по улице, и вокруг вас много жаждущих, и вы говорите, друзья, я могу вас угостить этой водой, да, вас же, наверное, не будет сильно беспокоить, что не все подойдут к вам стаканом, да, и вы нальете туда эту воду, они, скажем, утолят свою жажду. Я думаю, нет. То же самое здесь. Быть деньгами, быть успешным, да хотят практически все. Но я, наверное, вас разочарую, либо расстрою, что огромное количество людей не готово что-либо менять в своей жизни, предпринимать какие-то дополнительные шаги, чтобы их жизнь стала, ну, чуть более красивой, чем она есть сейчас. Кто-то живет в утопии, что у него и так все хорошо. Да. Кто-то живет, скажем так, в ошибочном мнении, что деньги не главное, они никому не нужны, и то, что Бог мне дал, то пусть и будет. Если вы к таким людям не относитесь сами, да, то, в принципе, вы будете идти и притягивать к себе тех людей, уровня которых вы достигли на сегодняшний день. Успех в вашем бизнесе кроется внутри вас. Даже если вы будете выпрыгивать из штанов, да, и пытаться, скажем так, пригласить в свой бизнес людей, которые, скажем, в духовном, моральном, там, я не знаю, в финансовом плане находятся чуть выше, чем вы, они, возможно, будут приходить, но очень сложно. В нашем бизнесе надо расти. И расти здесь просто. Читать необходимую литературу, касаемую, скажем так, расширения своего восприятия денег, отношений, да, и так далее. Вот. И понимать, что добиться успеха в нашем бизнесе, либо в жизни вообще, можно вместе с другими людьми. Делая другим добро, ты начинаешь расти. Как в одной из книг, говорит Роберт Киосаки, да, его богатый папа сказал следующее. Ты знаешь, вот, ты миллионер не тогда, когда у тебя есть просто миллион долларов, и ты обобрал миллион человек, а когда ты оказал услугу миллиону человеку. Вот если есть миллион человек, услугу, которым ты оказал, они остались довольными, ты миллионер. Вот чего я, в принципе, вам всем желаю. Есть ли какие-то вопросы ко мне по данной информации? По маркетинг-плану. И поприветствую, кстати, да, вот у нас есть люди из Приднестровья, из Молдовы, из Старого Оскола. Поезд номер 57 когда-то ходил, Москва, Харьков, Старый Оскол. Я на нем часто раньше ездил. Сейчас отдельный поезд, желтый-зеленого цвета он был, сейчас, наверное, уже тоже серый перекрасил. Оскол никогда не заезжал, но в поезде, который идет в том направлении, перемещался. Вы знаете, вот я могу ему сейчас следующее ответить. Смотрите, Артур Дмитриевич, да, раз уж вы указали, книг про MLM-бизнес очень много. Вот, и восприятие этих книг разное, да, то есть, меня могла понравиться одна книга, вам может понравиться другая. Вот, начиная от книги того же Дона Файла, 10 уроков на салфетке, да, простая, скажем так, арифметика и основы MLM-бизнеса. То, что было, скажем, написано еще на заре MLM-бизнеса. Вот, это та книга, которая в 90-е годы попадала в руки людей ксерокопированной много раз, потому что ее не выпускали. И только в 90-е годах, где-то в середине у нас стала появляться печатная продукция по MLM-бизнесу. Какие-то книги там, разговоры с ментальным спонсором, да, Атам Амедова и так далее, и так далее. Вот, большое количество книг выходило и у Джона Милтона Фога, они простые, интересные, да. И мне, вот что меня больше всего, наверное, зацепило, есть такой человек Рэнди Грейдж. Он сейчас сотрудничает с одной из компаний MLM-бизнеса, у него долгое время был период жизни, когда он просто ездил по крупным конвенциям MLM-бизнеса, да, и рассказывал о том, как нужно правильно относиться к этому бизнесу, какие действия нужно предпринимать, и что нужно создавать простую систему. И там он сказал одну очень важную вещь. Если у вас есть компания, с которой вы сотрудничаете, и у этой компании есть простая система спонсирования, да, лучшее, что вы можете сделать, следовать этой системе. Если вы пришли в компанию, и у нее нет системы спонсирования, но есть лидер, за которым вы пришли в эту компанию, и у него есть система спонсирования, простая, продуманная, Простые шаги, которые может повторить от доктора философии и заканчивая простым слесарем. Я никого не хочу обидеть, просто я вам интервал наметил. Дворник может здесь строить бизнес и человек с учеными степенями. Делай простые шаги. Если у вашего лидера эта система есть, у компании нет, вы тоже обречены на успех. Если у компании, у лидера системы нет, есть третий путь. Вы можете сами стать лидером, эту систему создать, но это будет трудно. Это то, что говорит человек, который заработал не один миллион долларов в этой индустрии. Я не могу сказать, что у нас есть встроенная система, продуманная от компании, но сейчас обратили на это внимание, и что-то по крупицам сейчас начинает создаваться. У нас есть целая череда видеороликов, и по сравнению с моментом написания первой книги, как построить наговорный денежный механизм, а потом как построить наговорный денежную машину, очень сильно развился бизнес интернет. В тех книгах шла речь о видеокассетах, о дисках и так далее. Сегодня этого в принципе не нужно. Мало кто уже покупает, например, даже DVD-болванки и на них что-то записывает. Потому что есть флешки, потому что есть просто сервисы в интернете, куда можно выложить ролик, и потом просто давают ссылки людям посмотреть. Но вот эта система сейчас продумывается, и дай бог она у нас родится в ближайшее время. Поэтому вот моя, наверное, гвоздь державой, которые были у меня в голове, когда я занимался этим бизнесом, и повыдергивал Рэнди Гейдж. Он показал этот бизнес, как он есть на самом деле. Без прикрас, но и без излишней, скажем так, зашоренности, и без излишнего испуга, когда тебя спрашивают, чем ты занимаешься, ты говоришь, что я занимаюсь бизнесом, который связан с информацией. Я не стесняясь называл, что я занимался МЛ бизнесом. Вы что-нибудь знаете про это? И человек не отвечал, если у нас нормальные были отношения и так далее, знает или не знает. Кто-то говорил, а, это вот это? Я говорю, ну, вы знаете, у вас немножко предвзятое мнение и не совсем правильное. Если вы хотите, я могу вам объяснить. Соответственно, если вы открыты, и если, скажем так, вы общаетесь с человеком, который тоже открыт, между вами может установиться контакт. Кому интересно, можете прочитать книжки Рэнди Гейджа, либо зайти на YouTube, набрать два слова «Нация дупликации». И там выложен целый видеотренинг этого господина. Я у него был на семинарах три раза. Первый раз он был двухдневный, потом были два однодневных семинара в городе Киеве. Мне очень понравилось. Поэтому вот книга, которая мне зацепила, я вам сказал. Есть книга, которая может вас подлечить, если вы получили какое-то количество пробоин в МЛМ бизнесе. Автор этой книги – Давид Кардава. Найти ее не так сложно, но, с другой стороны, не так и просто. Давид Кардава, и называется она «Сетевой маркетинг. Что это? Афера, пирамида или средство распространения товаров и услуг». Вот такое название этой книги. Если не ошибаюсь, это было его личное издательство, этого человека. Он там описывает кратко, очень смешно, свою историю прихода в эту индустрию. У него там есть несколько глав, то есть отношение к этой индустрии простых людей, чиновничества, бизнесменов и так далее. Он рассматривает разницу между финансовыми пирамидами и реальным МЛМ бизнесом. Ну, то есть книжка такая живая, интересная и веселая тоже. Я ее читал несколько раз и всегда смеялся. И было очень, скажем, со стороны, наверное, но не знаю, как это выглядело, потому что я не мог на себя посмотреть со стороны. Я был в костюме, в галстуке, ехал в метро и ржал. Ну, вот так вот, между нами говоря. Поэтому посмотрите эти книжки. Они у меня, в принципе, есть на компьютере. Если вы готовы, я вот завтра, может быть, закачаю их в комнату и сброшу вам просто-напросто. Дам доступ к скачиванию материалов, и вы себе эти книжки забросите. Вот и все. У меня же на этом все, коллеги. Всем отличного вечера, всем хорошего настроения. Ну, и давайте встречаться на вебинарах в большей компании. Приглашайте своих новых зарегистрированных людей, приглашайте потенциальных партнеров на презентации. Делаю акцент особенно, потому что действительно на вебинар по маркетингу плану имеет смысл приглашать тому, кому интересно зарабатывать сегодня. Вот таким вот образом. Мир Шниченко, я думаю, что да, сегодня вторник в 19 часов. Он, как правило, выходит в комнату. Поэтому хочется вам пожелать просто успеха и воспринимайте себя такими, какие вы есть. В хорошем смысле этого слова. Если считаете, что нужно что-то изменить в лучшую сторону, меняйте. Но ни в коем случае себя там не заказывайте, не наказывайте, не ущемляйте вечером, не пытайтесь себя казнить, если у вас что-то не получилось. Мы люди и живем среди людей. И у людей есть право выбора. У вас сделать или не сделать, в принципе, то же самое. И у них услышать или не услышать. Одно знаю точно. Если вы кому-то не скажете о том, что есть такая возможность, возможно, когда-то он на вас сильно обидится. Вы можете сказать ему сегодня, да, и он вас может сильно обидеть. Ответить как-то не так, как вы хотели. Но научитесь относиться к этому по-философски. Как в песне «Машина времени», да? Я смысл этой жизни вижу в том. Не проклинать, не спорить, а простить всех тех, кто на тебя рукой макнули. На каждого из нас у смерти есть пополе. Так стоит ли об этом говорить? Поэтому просто живите с улыбкой. Я не могу сказать, что это легко. Что каждый день у вас будет там, вы как солнце будете светиться и так далее. У каждого из нас есть какие-то житейские проблемы, житейские вопросы, которые надо решать. Вот я вам желаю, чтобы вы все эти вопросы решали с улыбкой, чтобы у вас все получалось очень здорово. И то, чего вы касались жизни, как говорит Рэнди Гейдж, пусть превращается в золото. Спасибо вам за внимание.